Приветствую вас на канале центра индивидуальной мобильности рядом со мной находятся два электросамоката halton cross модели 2020 года и модели 2021 года и именно об этом электросамокате пойдет речь в этом обзоре halton cross это переходная модель между городскими электросамокатами и внедорожными но у версии 2020 года было два отрицательных момента это дорожный просвет и короткий ход передней подвески версии 2021 года эти нюансы учли и внесли изменения в конструкцию обо всем по порядку начнем с бортовых компьютеров версии 2020 года подсветка бортового компьютера была зеленого цвета цифры черные версии 2021 года подсветка теперь белого цвета и подсвечиваются именно цифры а не фон меню бортовых компьютеров не изменилось но изменился алгоритм работы с контроллером у версии 2020 года при отпускании и последующем нажатии газа возникали рывки и это было слышно даже ухом в новой версии рывков уже нет старой версии была задержка при отпускании курка и последующем его нажатии в новой версии такой паузы уже нет изменился плавный старт старой версии даже плавный старт многие отмечали достаточно жестким и резким в новой версии даже по скользкой поверхности я могу трогаться с полностью нажатым газом с резким стартом новая версия будет еще резвее предыдущий ведь здесь стоит более мощный контроллер 30 ампер грипсы руля остались прежними тормозные ручки и в целом тормозная система не изменилась на ручках по-прежнему присутствует противоскользящая накладка старой версии передняя вилка была из листового металла и имела очень короткий ход в новой версии вилку установили велосипедного типа и увеличили ее ход вилка новой версии завода отлично смазана а также защищена сальниками с пружинкой для лучшей защиты от попадания грязи внутрь установка новой вилки потребовала небольшую модернизацию рулевого стакана заодно изменили откос или гусь как его еще называют а также дополнили механизм складывания фиксатором старой версии этого фиксатора не было увеличенный ход передней вилки отразился на дорожном просвете передняя часть поднялась осталось приподнять заднюю сделали это за счет удлинения амортизаторов в новой версии амортизаторы длиной 115 миллиметров а в старой версии они были 110 миллиметров после всех манипуляций дорожный просвет халтен кросс 2021 года составил 15 сантиметров и он резко снижается в районе основания подставки здесь дорожный просвет составляет 140 миллиметров для сравнения версии двадцатого года дорожный просвет 115 миллиметров и 105 миллиметров в районе подставки длина обновленной версии халтен кросс 1 метр 20 сантиметров ширина руля 60 сантиметров минимальная высота руля в самом сложном состоянии 79 сантиметров высота максимально поднятого руля 106 сантиметров максимальная погрузочная высота 46 сантиметров но бортовой компьютер можно повернуть и высота станет ниже важным обновлением является механизм складывания руля старой версии для того чтобы его сложить нужно было покрутить колпачки которые расходились стороны тем самым освобождали механизм для того чтобы сложить ручки в новой же версии стаканчики крутить не нужно они просто разводятся в стороны и руль складывается при этом присутствует регулировочный винт для того чтобы ручки не люфтили изменения коснулись и ручки переноски или упора для ноги собственно для чего чаще всего ее используют старой версии она была широкая полностью металлическая и стояла ближе к началу самоката а в новой версии на ней ручка с пластиковой накладкой и валик выходит дальше к задней части соответственно освободилось место для постановки ног подсветка или фара не изменилась по-прежнему это фара с четкой светотеневой границей дополнительные огни в передней части светятся боковины а также в задней части присутствуют задние фонари со встроенным стоп-сигналом изменение положения центра колеса относительно деки повлиял и на защиту от брызг в новой версии нижняя часть крыла находится гораздо ниже передней кромки деки нежели чем это было у старой версии здесь она заканчивалась практически там же где и край деки изменение угла наклона задней подвески повлияло и на положение крыла в новой версии она выходит дальше от крайней кромки колеса а также при работе подвески защищать от грязи ездока будет лучше батарея не изменилась она по-прежнему 52 вольта 18 и 2 ампер часа по-прежнему оборудована бмс балансировка ячеек и датчиком температуры моторы не изменились как и покрышки и спереди и сзади они по-прежнему 10 надо с половиной дюйма зарядное устройство не изменилось она по-прежнему бесшумная номинал его 2 ампера и полностью заряжает он батарею за девять часов вес старой версии halton cross 24 килограмма новая версия стала тяжелее ее вес составляет 24 с половиной килограмма начиная движение впереди небольшая прямая посмотрим сколько разобьет halton cross с новым контроллером очень быстро выбирают 37 километров в час напомню на улице температура сейчас около 0 градусов 40 километров в час честные самокат набирает вообще легко впереди лежачий полицейский послушаем подвеску был пробой передней вилки но тем не менее сказать что подвеска отработала плохо нельзя и кстати был ли это пробой сказать сложно сейчас проедусь в обратную сторону прыгну на том же лежачем полицейском отстрел был а вот тобой да если не подпрыгивать то пробой однозначно есть если с прыжком то пробой практически незаметен можно сказать что его нет пробую разогнаться еще раз в обратную сторону 44 50 50 км в час честно подтверденная скорость с новым контроллером очень хороший результат зашуршали по классике после грязи тормозные колодки здесь я знаю есть интересный такой подъем вот он видим впереди посмотрим как с ним справиться халтон кросс так полный газ вообще легко затаскивает легко затаскивать и вот как раз начинается гребенка как стиральная доска по этим дышкам ну и вилка на отстрел на этих неровностях отрабатывает но пробоя нет это очень большой плюс еще немного езды по неровностям вот по мелким ухапчиком вилка на отстрел постукивает но этот звук не очень явный и я бы не сказал что он раздражающий ну в общем по итогу тест-драйва можно сказать что максимальная скорость выросла это точно совершенно ну и шасси стала работать лучше вот по этим ухапом я когда все таки получается ехать то нет тряски как таковой чувствуется что подвеска отрабатывает но голос при этом не дрожит вот слушайте да и вот слышно легкое постукивание от вилки по итогу поездки на куртке оказалось значительное количество брызг да и в общем то на штанах тоже так что заднее крыло в любом случае придется увеличивать подведем итог несмотря на то что внешне самокаты остались практически одинаковыми в глазах бросается только конструкции передней вилки самокаты по факту совершенно разные изменения коснулись всего это и бортовой компьютер контроллер передняя вилка механизм складывания задняя подвеска и конечно дорожный просвет и теперь в новой версии halton cross больше подходят для езды вне дорог нежели чем это было раньше ну и естественно по городу он себя чувствовать будет по-прежнему прекрасно надеюсь этот обзор был для вас полезным с вами был михаил центр индивидуальной мобильности место где вы можете приобрести технику подготовленную к эксплуатации а также заказать услугу качественной гидроизоляции выполненной специально подобранными материалами надеюсь этот обзор был для вас полезным спасибо что смотрели всем удачи всем пока удачи всем пока